приветище это хайдренер и мы продолжаем я вот такой величайший копатель в трусах и носках встречая расцвет готов углубляться в недры и убежден в том что я найду там куча сокровищ я уже начал тут копать так а куда я вообще полетел подожди у меня и сзади отличный вид тоже неплохо на мышцах правда седой значит я наслаждаюсь лучками света в последний раз потому что сегодня мы будем углубляться все глубже и глубже вот моя пещера это максимум что я смог выкопать лопаты в прошлый раз кстати в комментариях мне сказали что есть лопаты 2 уровня и 3 у меня на 1 уровня потому что я нашел ее на помойке а также дали очень дельный совет о том что можешь тазик бросить в речку и не вытаскивать его туда кидать грязь и там же чистить и как бы вода будет автоматически набираться это законует кучу времени на самом деле очень дельный совет я им воспользуюсь обязательно но прежде я хочу напомнить у нас есть задание нам нужно найти вот такой вот кусок железа весом в 1 и 5 килограммов пока что я такой кусок еще не нашел но я уверен что скоро он у нас будет отдай мне свои бабки вот этот тазик золотом и железом спасибо здорово мужик эти тут монеты притащил вот она тупая кирка кирка моей мечты стоит 122 пойду посмотрю сколько стоит бур и дробилка ну-ка 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 бур стоит 432 монеты а дробилка 320 слишком дорого поэтому я выбираю тупую кирку а это что у нас ручной сортировщик нет нам это пока не нужно я беру вот это и покупаю спасибо сколько у меня осталось 11 монет посмотрим на что эта тупенькая острая штука способна о это тебе не лопата единственное что мне не понять так это куда грязь задевается на улицу вроде бы эта грязь никуда не выкидывается ну ладно мне же лучше чем глубже я щас прокопаюсь тем лучше ресурсы буду находить о дорылся до железа по моему смотри какой грунт такой черный темный я фонарик возьму вниз спущусь посмотрю похоже на железо непонятно вроде бы и да вроде бы нет надо лопату взять еще ведерки блин мне кстати в комментариях также писали запасись ведерками потому что ты запаришься бегать туда-сюда толку от этих кучи ведер если будет сто пятьсот ведер у меня вниз мне же их еще потом наверх поднимать надо это не круто вот это копаем и посмотрим будет ли там железо нужного размера и веса высыпаю кучку сюда теперь берем эту грязь кидаем сюда щеточка обязательно чистим что там у нас короче чисто один золотой самородок три кусочка грязи сформировал потащили все их мыть можно сразу сюда несколько тазиков отнести где у меня второй тазик у вас и все это дело пойдет в два раза шустрее куда щетку то дел а вот ну-ка что там у нас кажется там рубин какой-то так есть железо надо взвесить железная руда которая весит у нас 159 блин ну-ка пойду попробовать нести мужику может прокатит или ему идеал нужен который будет весить 1 и 5 ровно держи пойдет о спасибо я в полном восторге ничего себе я выполнил задание и уху валюта гильдии георазведчиков используется для покупки вещей можно соединить опускать друг на друга и разделить пилой вот для чего пила нужно чтобы монеты разделять я тут в общем смотри сколько уже откопал довольно серьезно реально уже похоже на нору отшельника и я понял что мне второе ведро все таки нужно так что я сейчас возьму вот эту монеточку раз ей можно расплачиваться и куплю на нее ведерушка закидываем значит монетку сюда и пойдем возьмем а ну в принципе мне денег бы хватило у меня что-то 11 он лежал покупаем чё тратится какие монеты вот эти а ну тут написано что он покупает только за вот такие монеты а там где будут герб гильдии нарисован вот тут то значит за гильдийские деньги можно купить поэтому а пускай тут лежит а я продолжу копаться тут сейчас такую нору себе раскопаю значит для чего я купил 2 ведерко сейчас покажу я думаю уже большинство опытные копатели знают чтобы объединять грязь значит я вот так вот делаю хопа и вот это хопа и чё-то нифига не объединилась давай да что ж ведро мешает что ли надо тут побольше раскопать а то место совсем мало вот теперь эту кучу можно тащить в таз но это чуть позже там уже утро наступил на поверхности первый день я провел практически полностью под землей мы сейчас все очищаем все этот набрал и бежим продавать надежде на то что мне хватит набор ну и конечно же на дробилку как без дробилки кидаем щетку хватаем тазик также тазик кидаем и смотрим есть там что ценное для нас так железо нам не интересно знаешь что я понял для чего нам нужен сортировщик только час до меня это дошло вот у меня в тазике куча всякую зачем я это высыпал кучу всякого барахла вот например вот эти энергетические кристаллы придется вручную сортировать какой-то новый самородок клотиума нашел так я могу кристаллики в кристаллике объединять нет это так не канает перехожу к разбору этого тазика ну что хочу сказать здесь было два вот таких вот камня и хочу посмотреть что за черный оникс из него можно сделать кольцо или ожерельную другой раз все в принципе бежим все это продавать торговать мадам получите распишитесь сколько нифига себе я накопал вот это сколько денег ты глянь вот это да я столько еще в жизни своей не видел сколько монет почти косарь спасибо я побежал мужик загадывай желание смотри сколько у меня бабла там золотые рыбки плавают нет хочу огромный дом и две жены кажется ничего не сработал зря скинул ладно тогда по старинке высыпая их сюда и вместе с водой приторобанил и покупаем чё а блин не сюда деньги то не сюда мне вот сюда их нужно приторобанить то оба так я покупаю значит и дробилку вот так вот здесь мне на все хватит денег вот чё там 752 покупаем конечно же чё я наверное сейчас потащу телегу на телеге увезем да можно даже не подтаскивать я думаю чтобы за один заход все это увести о блин прикол чарт не увезется по ходу тачку нужно гнать все ништяк все установил поехали нормально я так тащу все это барахло у меня там даже где-то вон нос торчит для дыхания есть а во труба вот эта которая наверх куда-то уходит остается теперь главный вопрос где-то все разместить внутри там внизу или на поверхности да тут же для чего-то еще вода нужна и гаечный ключ по моему работает быстрее при большом давлении воды вот ему надо будет еще час воду подвести а для этого трубы надо купить дробилка разбивает куски земли на ресурсы большая урожайность большим напором воды повреждается от использования так же как и бур в принципе так ну я предлагаю вначале все дело опробовать на поверхности устанавливаем наш бур прям вот рядом с водой попробую поставить хотя она вряд ли это нам поможет но поставлю забираю отсюда бабло тащу теперь сюда чтобы купить эти долбаные трубы значит нужна вот эта труба такая вот нам пригодится такая труба нужно там еще вентиля какие-то есть блин еще и сантехники надо заделаться вот останавливает прохождение воды или логики нам это пока не нужно нагнетатель давления положите энергетический осколок или слиток чтобы увеличить давление воды до того же процентного значения что и во впускной трубе тут у нас т-образная труба это что пробка разместите в конце трубы чтобы остановить водяной поток логично логично в принципе все да надо еще одну купить мало ли вдруг мне не хватит и можно еще 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 вот тут вот такая вот труба есть но я думаю мне она не понадобится все вроде бы все покупаем закидываем теперь мое барахло в телегу а то на своих то двух ручишках и ножищах я это все не утащу так ну что вначале берем эту трубу и проверяем нет нам точно ее не хватит удлиняем тогда вот не зря я две купил глаз-алмаз елки-палки ага и вот это сюда теперь давай вставай 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 блин чуть-чуть не хватило чуть-чуть значит глаз не до конца алмаз ну по такому поводу раз я к тебе пришел сюда еще разок 167 я куплю себе литейную форму мне без нее сейчас никак и еще одну вот такую прямую сколько выходит 64 покупаем ну-ка давай вставляйся сюда есть напор воды пошел как тут что где повернуть то включить то я так полагаю он тут не запустится вообще никак потому что вот эта часть она не копаемая вот и даже лопату притащил да она не копаемая поэтому не проканает выходит что мне нужно еще побольше труп чтобы все это дело копалось именно вот тут то есть это прям капец как мне далековато надо будет ну хорошо но дробитель то мы же сюда можем поставить правильно же вот он заработал все ништяк вон сверху там эти крутятся шестереночки все работает можно сюда кусман грязи притащить и он должен разрабить ее вот такенный здоровенный кусочек тебе держи опаньки раздробил работает зашибись так ну а сейчас нам надо разобраться с литейной формой блин уже ночь на дворе может поспать вообще но прежде все таки я отолью формочку вот такой вот небольшой слиток зашибись как это я голыми руками раскаленную вот эту кастрюлю взял не представляешь сколько это будет стоить интересно мне слиток корстоуна кидаем 23 монеты не дурно не дурно у меня тут еще где-то корстоун вот он лежал можно все это дело переплавить вместе с тем слитком пойду попробую берем вот все переплавил и теперь слиток должен быть побольше ну-ка ну на вид ну на вид он точно больше и по весу и по деньгам он тоже больше ага теперь берем вот эти два самородка клотиума и посмотрим что из них получится ну-ка расплавилась выливаем сколько это все будет стоить серьезно 761 монета вот это конечно ценник мне нравится очень приятный ценник да я на эти деньжище сейчас себе и наковальню куплю и молот еще и труп фигов получу какой нафиг сон он у меня пропал после таких слитков мадемуазель я слитки а кстати подождите там вот в замке кто-то слитки тоже принимал но не простые слитки так сейчас проверим сейчас проверим вот так вот если я положу ой ты чем торгуешь-то ты чё покупаешь-то тут бы хотя бы написал ты чё серебряные слитки тебе нужны короче ясно вот это не прокатит ну и зря у меня тут хорошие слитки отливные и свежие пойду к своей старой подруге а ты чё тут выкупаешь а яблоки точно яблоки тебе надо было вот держи подруга спасибо ты всегда выручаешь а в последнее время стало так много мне платить я просто в эйфории братиш я снова тут тебе денег притащил значит мне нужно вот это вот я покупаю наковальню молоточек надо не забыть еще молоточек где-то где-то вот он молоточек буду сейчас сковать оружие и ожерелье с кольцами может быть еще динамит купить попробовать что-нибудь подорвать и ловушку можно купить рыбацкую я все равно на речке тусю а рыбу тоже продавать можно так-то если чё ну и самое главное конечно же это трубы вот т-образная труба нам пригодится а чё я там уже дофига набрал на 300 пока набрал хватает как у тракториста ёлки а у меня там трактор есть так что я тракторист так ну чё вот куча барахла я все это покупаю чё я так полагаю тележки мне тут явно не хватит возьму пока ловушечку сейчас сразу и поставлю так значит ловись рыбка большая или маленькая вот так вот поставлю чё трактор мне понадобится без трактора походу тут нечего делать поехали приехали кстати нужны еще вот эти гаечные ключи они восстанавливают поврежденные сеялки комбайны и фильтры до полного состояния одноразовое использование ну ладно а можно прям и оптом купить несколько гаечных ключей короче к этому позже чуть вернемся у меня там новое все оборудование не страшно пока что я буду сейчас закидывать трубы надо все аккуратненько бережно нежненько разложить еще же наковальню запихать надо и динамит между прочим сейчас же будем подрыв устраивать подрывать буду в своей пещере которую я раскопал посмотрим насколько мощный динамит расторабанит ее все поехали вытаскиваем наковальню ставим ее куда блин ну давай здесь ее поставим молоточек тоже надо сюда приторабанить вон он кстати лежит кладу его сюда ну я думаю что можно сразу уже а блин нафига я вот эту трубу купил на какой черт она мне сейчас нужна если я собираюсь здесь т-образную трубу поставить вот сейчас кстати это и проверим вот это вытаскиваем т-образную ставим вот как я хотел все получилось а ну слушай может быть и не зря я купил эту трубу то есть мы сейчас теперь здесь увеличиваем это расстояние теперь у нас весь прикол что эту трубу то не развернуть она только поворачивается но не разворачивается окей тогда вот это вот нам нужно вот я сюда устанавливаю ну да вот эту можно вертеть вот так как мне нужно ясно ну все тогда теперь напрямки делаем мы не монтажники не плотники мы трубопроводы ведем ну короче мне труб не хватило но сперва нужно взять динамит и опробовать его в нашей пещере так сказать посмотреть как наши деньги улетучиваются наверное отсюда стоит все вот эти инструменты утащить а то они же могут поломаться правильно вроде бы все вытащил и теперь главный вопрос а ну ладно вот это пускай я думаю что ничего лампе не будет главный вопрос нужно ли это как-то поджигать где-то или просто кидаешь и все сейчас я подальше отойду чтобы вместе со мной не подорвалось тут ничего о-о-о-о-о присаживаемся смотрим вот и ну то что серьезно мда да я лопатой с киркой тут побольше раскопаю чем такая связка динамита и такую просто пук в воду был ладно не в воду в землю но все равно толку никакого реально просто деньги на ветер мне кажется или там рыба сейчас сходим посмотрим если так то это будет зашибись не я нифига не вижу ничего тут нету походу а не есть лежит рыба там как будто ее кто-то положил смотри может она там еще и пожаренная заодно так как мне теперь это вытащить все просто скинь ее как мне рыбу то вытащить отсюда моя рыба первая рыба хорошо сочетается с чипсами какие чипс а если кстати ее вот сюда вот кинуть она пожарится нет она туда туда не кидается мне кажется это плохая идея а если так нет короче надо я где-то видел деревушку где рыбу скупает поэтому рыбу я сейчас ведерко положу вот так вот блин плохо кладется ведерочек во и снова поставлю наш ловушечку а потом когда я наловлю 2-3 рыбины мы сходим вон там вот небольшое поселение есть и продадим эту рыбину тоже заработаем бабла на этом вот это надо переставить значит разворот вот ну и посмотрим сейчас должно мне все хватить прям вот тютелька в тютельку делаем занижение вот труба идет вниз дальше она тут выворачивает по прямой или не выворачивать сейчас надо в начале прямые сделать посмотреть насколько низко мы ушли ну в принципе должно хватить этого колена поворотного сейчас давай да должно хватить ну кась поворачиваем ееее заработало 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 а нет не заработало я так полагаю не работает потому что нам нужно все это дело как-то подключить совместно типа куда бур будет добывать руду да логично же ну а почему бы на землю сюда не добывать насчет рыбки мне все равно деньги нужны там что-то словилось там что-то словилось иди сюда рыбулечка вот так вот пойду сейчас бегаю продам это все и может каких-нибудь денежек я выручу о мужик с кистом стоит что тебе надо тарелка для супа тебе нужна я такое еще не умею делать он хочет расплатиться кстати торговыми какими-то монетами видимо тут есть гильдия торговцев еще вот она это небольшое поселение тебе что нужно а погоди так может не тарелка для супа томат весом 6 килограмм ему нужен или 6 грамм не знаю и там тоже дедок может просил томат вот рыбина значит мы принесем о на нее спрос кстати сейчас шикарный по 100... в смысле? тут написано что 110 что у меня так мало что ли рыбины ну ладно давайте так хотя бы невыгодно рыбу короче ловить посмотрим что у них в внутреннем дворике какой огромный гаечный ключ ага ну тут все для рыболовства ведро для рыбы огромное ведро мне нравится такое лупа отображает прочность элементов которые получают повреждения ага а это что у нас водяной фильтр прикрепите к прямой или т-образной трубе для фильтрации воды повышает качество воды на 2 максимум на 10 а это видимо позволит нам уменьшить урон по нашим бурам и всему всему что запускается от воды короче пока я бегал у меня созрел план я короче просто сейчас возьму кирку откопая тут яму под нашу дробилочку а ну а воду как? тут даже вниз тоже надо будет воду подводить эх в любом плане есть подводные камни ну то есть вот я выкопал тут местечко надо только развернуть как ничего вот типа вот так вот ставится во и вот тут надо а тут уже не откапывается эх блин а трубу то можно поставить оттуда сейчас свистнем проверим ну в принципе можно окей вот эту поставим и вот эту вот о заработал ну еще подсоединяем получается вот это сюда вот так о о запустилась ёлки-палки моток все работает ништя а если я дробилку уберу все подожди и без дробилки добывает же добывает же добывает переделал тут немножко конструкцию вот в общем что замутил и вот тут вот сейчас по тазик местечко откопаю откопаю ну-ка кладись давай о прям четенько ну чё запускаем всю эту адовую машину чёрт чё то лампочка не загорается чё не загораешься чё тебе не нравится то наверное то что земли под ногами нет не вопрос сейчас накопаем не вопрос сейчас накопаем во теперь бурит ну типа типа добывает и вроде бы работает сюда кидает правда не в тазик совсем попадает но ничего есть кстати отличная мысля если мы вот тут вот так вот сделаем то будет ровно в тазик падать правильно же нет не ровно надо с этой стороны еще подбавить о а теперь ровно ну 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 все вроде бы все наладил все работает как надо добывается и меня это радует поскольку у нас там теперь руда добывается есть наковальня я пришел к стражнику чтобы взять у него заказ давай значит запрос товара все содержимое указано по весу а не по количеству кинжал весом из 200 золотых слитков нифига си зачем тебе золотой кинжал весом в 200 слитков ну ладно допустим у тебя даже каска кривая ты кинжал золотой захотел пойду пойду посмотрю что я могу сделать для тебя мой первый заказ как кузнеца кидая письмо тут его оу все ой блин не то сделал тазик забираем теперь это все надо грамотно переплавить нам что ж достаем железную руду в этом плане нам бы очень хорошо пригодился сортировщик но денег на данный момент у меня на него нету как бы и есть но нужно просто бежать торговать а я сейчас этим заниматься не хочу поэтому все вручную ну-ка вот интересно сколько у меня тут по весу золото вот так вот на 9 килограмм а мне нужно 200 оооо а че вообще там для меча нужно давай посмотрим значит меч а ну он делается из одного слитка ясно ну вот вроде бы все достал ставим плавиться а я пока обратно все вот эти вот железные самородки уберу параллельно еще достал вот камни надо будет их отшлифовать так все расплавилось пойдем выливать форму ух какой здоровый слиток получился что по весу пойду проверю по весу 22 килограмма маловато будет очень маловато ладно оставлю его пока здесь хотя в принципе можно из него попробовать сковать меч вот если че продать правильно же аааа все я понял я вспомнил надо же это все вначале разогреть как ты будешь по остывшему металл атаковать правильно же правильно во прям горячей некуда кидаем есть наконец то вот он золотокинжальчик даже огонь на нем бликует интересно за сколько я его смогу продать что-то у меня по ресурсам добывается ладно пойду на рынок схожу ну сперва еще к охраннику забегу может ему понравится такой кинжал кто знает вначале забегу к этой даме мадаме чего всего 494 маловато будет пойду к охраннику дружище у меня есть кинжал но не в 200 килограммов на да возьми как тебе ну вот выкинуло это не то что я хотел лакса вакса ну че тогда я пойду а можно интересно его переплавить не буду его продавать я его переплавлю еще и добавлю сюда золото вот мы это сейчас и выясним кидаем меч сюда опа что-то меч туда не падает не походу я его уже не расплавлю как-то это грустно пойду посмотрю что там по рыбке у меня есть краба поймал создатель крабовой походки иди сюда ведрышко а он не влазит надо нормально рыболов на ведро купить черт подери интересно сколько он стоит пойду взвешу его виси 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 падает с весов так походу он не взвешивается а нет взвешивается слушай ну-ка вот так вот видно кстати даже если на весы не кладу на зеленый кругляшок на весах то он сразу показывает тебе вес и цену 2 килограмма 46 граммов и 74 монет я за краба получу очень недурно я тебе хочу сказать так крабик побудь тут надеюсь ты не убежишь уже все равно по моему пузом кверху то есть дохлый ну и наверное на этом я буду закругляться мы сегодня довольно много сделали изучили все это похоже на полевой лагерь ну а на сегодня это все спасибо что смотрел если тебе понравилось то не забудь поставить лайк и подписаться чтобы не пропустить следующих роликов на которых мы с тобой и увидимся так что до встречи на сегодняшний день на сегодняшний день не забудьте